итак здорово чуваки сегодняшнем видео уроке мы с вами поподробнее разберем в общем ширину и высоту блоков css в прошлом уроке мы узнали вообще о сути блоков узнали еще как работают два самых основных свойства при как раз таки работе с этими блоками это марджин и пэддинг а сегодня вот мы поподробнее разберем ширину и высоту самое первое на что нужно обратить внимание от этого зависит вообще то будут ли ваши сайты ровные и красивые либо же они будут кривые и уродливые вот первое запомните когда вы задаете ширину конкретную блоку вот например представьте вот этого то у нас блок вот ширина у него там конкретно какая-нибудь 500 пикселей например если вы этому блоку потом задаете рамку это уже прибавляется к ширине например если эта рамка будет 1 пиксельная значит ширина уже по одному пикселю слева и права будет больше это уже будет 502 пикселя плюс если вы задаете там пэддинг внутренний отступ это тоже уже накладывают накладывается на общую ширину блока и марджин это тоже накладывается на ширину и вот это вот эту суть многие новички не могут понять и от этого происходит то что сайт получается но на самом деле кривой например хедер становится толще чем основная содержимое контента сайта в общем ладно давайте теперь это быстренько все рассмотрим более-менее на реальных примерах давайте открываем пички дизайнер и приступаем так в прошлом уроке мы за основу блока брали тег h2 но в принципе как я вам говорил многие теги в html являются по сути своей блоками это h2 теги p списки это вообще блоки на самом деле потому что они занимают всю ширину браузера по умолчанию но в этот раз мы что-нибудь создадим реально какой-нибудь блок не будем мучить наш заголовок для каждого создадим реальный тег div div это блок как вы знаете да так и аидишники ему зададим назовем его просто блок вот внутри этого дива давайте чего нибудь напишем для начала тег p создадим шип текст у нас был в абзаце напишем это блок так сейчас если мы посмотрим в браузере то мы ничего не увидим кроме текста потому что он невидимый изначально этот блок чтобы мы его могли увидеть давайте вот я скопирую название аидишника переходим таблицу стилей где нибудь внизу вот здесь вот зададим ему 1 пиксельную рамочку так аидишники прописываются через решетку это вы знаете такие кавычки скобочки фигурные и задаем рамку border один пиксель сплошная solid и черная три 0 все сейчас если мы обновимся в браузере мы с вами увидим это самый блок вот текст наш в tagp и вот видите изначально любой блок он занимает всю ширину браузера но это я вам уже объяснял но еще раз пройдем повторение нам мешает так сказать так ну давайте теперь зададим конкретную ширину этому блоку кстати да еще высота регулируется автоматически у блоков она регулируется за счет содержимого вот этого текста ну например если бы тут было вот столько же текста сколько вот в этом абзаце то высота бы автоматически уже подрегулировалась бы вот это количество текста ну вы понимаете да так давайте переведем пичпидизайнер и зададим тут какую-нибудь конкретную ширину этому блоку ширина задается при помощи виза вот так вот она пишется виз это вы еще из html наверное помните 500 пикселей вот теперь я обновляю и как мы видим наш блок стал 500 пиксельным теперь выровняем его по центру по центру выравнивается все очень просто тут не нужно высчитывать пиксели чтобы выровнять его по центру тут достаточно так это мерджин у нас свойства отвечают вот первая цифра отвечает за верх давайте сделаем сверху примерно пиксели в 25 так справа мы пишем авто авто это автоматический браузер высчитает середину теперь снизу давайте тоже сделаем какой-нибудь обступ в пиксели в 25 так и теперь слева тоже прописываем авто то есть вы заметили да сверху мы задали конкретную там конкретный отступ сверху и снизу слева и права мы задали авто и от этого наш блок выровняется по середине вот видите сейчас вот догадайтесь какая ширина у нашего блока новички скажут 500 пикселей так как у нас здесь написано ширина 500 пикселей на самом деле нет сейчас ширина у нас ровно 502 пикселя потому что 1 пиксельная рамка так сказать она свое пространство занимает вот белое пространство 500 пикселей это плюс еще по одному пикселю слева и права это черная рамка 502 пикселя ширина сейчас у нас составляет далее давайте теперь рассмотрим такую ситуацию давайте сделаем конкретную высоту нашему блоку ну высота у нас задается тегом хейт то есть не тегом а свойством хейт к примеру пускай она у нас будет 300 пикселей так обновимся вот высота стала 300 пикселей и теперь сейчас мы поместим большое количество текста в этот самый наш блок и посмотрим что будет высота у нас конкретно задано 300 пикселей но давайте сюда сохраним и обновим так пока что текст влазит у нас в эти 300 пикселей еще разок значит нужно вставить этот текст чтобы он у нас не убрался в эту высоту вот смотрите у нас 300 пикселей высота блока от текста столько что он у нас не убирается он вылазит за пределы нашего блока такого естественно быть не должно чтобы этого не было существует конкретное свойство оно называется оверфлоу оверфлоу умолчанию оно стоит в значении visible нет смысла придавать ему то значение которое стоит по умолчанию это ничего не изменит нам нужно тут что нибудь другое задать например hidden это самое распространенное значение у этого свойства оверфлоу оно запрещает как бы прокрутку и вот видите что произошло текст у нас он уже тот текст который вылазит за пределы нашего блока он уже не виден но это тоже не выход на самом деле нам было бы интереснее если бы мы могли прочитать весь текст в этом блоке для этого существует другое значение у этого оверфлоу это авто вот если мы зададим авто то у нашего блока появится такой скроллер и мы сможем прочитать весь текст за счет вот это вот прокрутки внутренней ну так же еще есть у этого оверфлоу другое свойство скролл ну вот скролл он в принципе ничем не отличается единственное различие это в том что когда даже если текст будет убираться в этот наш блок то вот эти вот поля от скроллеров они останутся а если будет стоять значение авто то они исчезнут эти поля если текст будет убираться в эти наши размеры блока так далее давайте теперь например для такого общего развития зададим конкретную ширину нашему тегу боди например зададим ему так у виз пикселей 700 700 пикселей сделаем ему ширину тегу боди вот смотрите что получилось сейчас у нас слева так выровняем весь все содержимое этого тегу боди конечно это некрасиво давайте его сделаем по центру по центру делается это очень просто margin как вы догадываетесь сверху снизу у нас будет по нолям а справа слева можно авто поставить вот так вот два значения запомните да вы еще с прошлого урока наверное это помните что если стоит два значения в этом margin то верхняя цифра то есть первая цифра отвечает за верх и низ а вторая цифра отвечает за лево и право ну либо же это авто стоит это значит что с лево и право ширина подбирается автоматически и наш блок в данном случае тегу боди он встает на середину экрана еще вот заметьте что 0 когда мы прописываем то тут не обязательно прописывать ему в пикс вот так вот если мы пропишем так никакой ошибки не будет но это занимает как вы понимаете место но 0 он во всех единицах измерения является 0 поэтому можно прописать просто 0 и не писать там какой-то 0 там в процентах в пикселях в егелях просто 0 прописывайте и все так сейчас у нас текст прилипает к самому границу тега боди это тоже некрасиво чтобы этого не было давайте зададим пэддинги внутренние отступы чтобы покрасивее было так прописываем пэддинг и сделаем хотя бы по 10 пикселей отступ со всех сторон сверху справа снизу слева это просто прописываем 10 пикселей одно число и все со всех сторон стало 10 пикселей но заметьте сейчас нас наш тег боди уже занимает ширину не 700 пикселей а ему добавляется еще по 10 пикселей справа и слева соответственно ширина нашего тега боди уже занимает 720 пикселей плюс вот это вот красная рамка сколько она там занимает у нас 3 пикселя это значит уже 726 пикселей наш тег боди занимает на данный момент а не 700 пикселей как могут подумать некоторые новички так ну в общем ширину высоту мы с вами я думаю хорошенько разобрали вы еще так для так сказать ради своего опыта можете поэкспериментировать с этими ширинами и высотами с блоками там попридавать у себя там на компьютерах поработать над тестовыми сайтами как тут я делаю ну в общем ладно все до следующих видео уроков